В прошлый четверг в аэропорту Шереметьево мы вместе с болельщиками встречали наших серебряных призеров-пловцов. Сегодня людей здесь даже больше. Все ждут нашего олимпийского чемпиона, обладателя двух золотых медалей Евгения Рылова. Видновский спортсмен стал первым российским пловцом, кто за последние 25 лет смог одержать победу. Рейс из Токио приземлился в 11.35 по московскому времени. В аэропорту олимпийскую сборную ждали заранее. Развернули плакаты, подготовили кричалки. Ваши герои спорта, олимпийскую сборную России! Вокруг раздавались аплодисменты и радостные крики. После девяти часов полета такое внимание поначалу смутило видновского спортсмена. Звучали поздравления, просьба об автографе и совместной фотографии. Так приятно радоваться за своих людей, с которыми ты живешь рядом. Прямо гордость разбирает не только за Женю, да и вообще за всю сборную России. Невероятные эмоции подарили. Я занималась сама в «Дельфине» когда-то. Это наш, наш Ленинский городской округ, город видно, это мы. На шее Жене три тяжелые олимпийские медали. Но хотя радость от побед сладка, ничто не сравнится со счастьем вернуться на родину. Пловец признается, что по дому он очень скучал. По дому, по маме, по девушке, по всем. Просто по котикам еще. А котиков было много. Делегация из Ленинского округа устроила флешмоб. Все надели знаменитые маски. И если такая акция воодушевила спортсмена на родине, то в Токио его поддерживали родные и близкие. Мама пловца призналась, что больше всего обрадовалась первой медали, так как не ожидала золота на дистанции в 100 метров. На эстафете я вообще не знала, что он плыл. Я узнала утром. Мне звонят, поздравляют, а я говорю, пишу ему, говорю, Жене, ну почему мне не сказал? Мам, я узнала очень поздно, что мне поставят на эстафету. Вести на спине. Там я уже больше переживала за то, что все-таки устал. Уже много дистанций пройдено было. И я больше запишу. Ну я вообще в нем не сомневалась. Конечно, его и настраивало перед соткой победной. То, что давай, что ты, кайфуй и плыви. Я там вообще прыгала, ноги тоже сводила от адреналина. Я там, коты на меня смотрели, как на... Что с тобой? Вместе со спортсменом прилетел и его тренер Андрей Шишин. Он с самого начала был уверен, что Женя войдет в призы. Готовились, весь район готовился. Видите, все ожидали, все ждали, все помогали. Все ошибки, которые были, они в предварительных заплывах были, мы их подкорректировали. Финалы все были золотые, за исключением эстафеты. Но это просто набрал. Набрал уже лишнюю. В целом все хорошо. Когда Евгений возобновит тренировки, никто не уточняет. После оглушительных побед и долгого перелета думать об этом сложно. Всем хочется добраться до дома. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова